Здравствуйте, туристы и милитаристы! Как вы можете сами убедиться, на канале Архадыр по-прежнему все хорошо, все интересно, все замечательно, все очень актуально, я бы так сказал. Во время прошлой распаковки меня позабавил тот факт, что некоторые ребята пишут, обязательно вскрывай коробки, обязательно делай анбоксинг и анплёнинг. Другие пишут, нет, не делай анбоксинг и анплёнинг, это ворует время, просто покажем о ноже и прочее, прочее. В данном случае огромную-огромную коробищу я не стал запихивать в кадр и наполовину раскрыл, но анбоксинг как таковой все равно состоится. Давайте посмотрим, что у нас в этой посылочке. Здесь у нас замечательная коробочка от Кьюби Найс. Кьюби, Кьюби. Ножи, которые классом повыше, Кьюби вот в таких чехлах присылает. Ножи более бюджетные, они присылают просто в полиэтиленочко и всё. Ту-дюм, 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 ту-дюм. Это у нас, конечно же, иштар. Сразу. А я вот самое смешное, что у меня при себе и ножа-то сейчас нет. Вот так сделаем. Я думал, что не понадобится вообще ножик для распаковки. Нет, понадобился. Безупречно острым сучком отцов. Я даже на всякий случай его сейчас запихаю в ножны. Скрываем вот эту вот запакованную полиэтиленку. И смотрим на Иштар Кьюби Найс. Дизайнер Макс Качук. Здесь должно быть даже его где-то... Но нет, нету. Неужели я что-то напутал? Не должен был, по идее, напутать, потому что, по-моему, это его дизайн. В любом случае, всю подробную информацию вы получите от меня правильно на обзоре. Сейчас я вам просто покажу нож как таковой. Вот он. Очень интересный. Такой складной. Я не могу сказать, что это прям сильно складной пчак, потому что я знаю, что немножко у автора были... Ребята, я прошу прощения за то, что я сейчас туплю. Почему? Потому что, я говорю, я не уверен, что Макс Качук... На самом деле, мы с Максом этот нож обсуждали несколько месяцев назад. Он мне рассказывал, как он его рисовал. Действительно, какое-то на меня помутнение вышло. Ну, в общем, я не могу сказать, что это прям сильно-сильно пчак, но явно такие восточные какие-то корни в ноже угадываются. В общем, Иштар, до встречи в эфире. Кьюби Найф. Сейчас я сразу же всё это дело вот так положу. С чего бы дальше начать? Начнём с того, что замечательный магазин «Ламния» с прекрасной итальянской ножевой компанией «Экстрем Рацио» в очередной раз радует нас просто потрясающими лимитками на один из самых-самых любимых моих фиксидов, а именно «Шрапнель Ван». Как вы знаете, я вам показывал «Шрапнель Ван» в оригинале, я вам показывал «Шрапнель Ван» в... как он называется-то, господи... в «Сатине», вот, в «Сатине» показывал. И сейчас я вам продемонстрирую, сделаю, конечно, обзор, и я думаю, что надо придумать какой-то дополнительный тест уже этому ножу, именно дополнительный. Сейчас «Ламния» и «Экстрем Рацио» сделали четыре лимитки, именно «Ламнийских» лимитки. Вот такая вот красота, безупречная. Я просто обожаю этот нож. Это вот «Ноу». По сути, это квинтэссенция всего. Не зря такую форму клинка наш замечательный Виктор Миллер называет «Русский треугольник». Как говорится, и колбаску порезать, и соседа зарезать. Причем, при этом, несмотря на формы клинка, и вот такая вот очень более такая эксклюзивная версия «Сантос Мут на рукояти» и шикарнейшие, очень богатые ножны. Из такой ножны, из такой кожи, с такой ниткой «Экстрем Рацио» шьет ножны на ноже по 700-800 евро. То есть, это именно та мастерская. Здесь одни ножны стоят своих денег. Я сейчас из головы, я вам в любом случае скажу, посмотрите, какой подвес, как это все продумано. Я вам сейчас из головы не скажу стоимость этих ножей на «Ламни», а продаваться они будут исключительно на «Ламни», понятное дело. Но именно вот кому хочется прям эксклюзивчика-эксклюзивчика, я могу сказать, что вот в таких вот богатейших кожаных ножнах и с деревяшкой на рукояти этот нож стоит, ну вообще немногим дороже, чем версия с форпреном. Там, по-моему, разница 30, по-моему, евро. Что-то такое. Но он, этот, это хищное бестие выглядит совершенно иначе с этой, в этом исполнении. Так, я прям, как вы видите, нахожусь в радостной ажиотации. Плюс я, честно говоря, не выспался, поэтому я такой вот сегодня тупенький. И «Си-Эм Кобра». Потрясающая новинка. Нож, который сделан по спецзаказу австрийских полицейских спецназеров. Я вам все это подробно, конечно же, расскажу на обзоре. Посмотрите на дивный цвет ножа. Посмотрите, как здесь организован подвес. Под правшу, под левшу, как угодно на снаряжение. Именно, то есть, изначально этот нож, в принципе, планируется именно на снаряжение. Не на пояс, не как-то. А именно, я думаю, что основная, именно основная посадка это рукоятью вниз. Скорее всего, именно куда-то на броник. Потому что, как вы знаете, справа у австрийского специального полицейского на бедре, наверняка, его любимый глок. Охренительнейший нож. Охренительнейший. Невероятно красивый. Я люблю экстрему за то, что они выиграют вот такие вот конкурсы и делают вот такие вот специальные ножи, которые совершенно доступны обычным людям, гражданским. Ну, конечно, не всем. У некоторых есть ограничения по законодательству. Ну, в общем, потрясно. И, тадам! Нож, который взорвал интернет. Нож, который взорвал инстаграм. Нож, который взорвал болталку Архадер Клаб. Причем, все сказали, я это уже говорил, и я это сейчас скажу, и я это повторю на обзоре, потому что мне это очень нравится. Когда все сказали, блин, фолдер за такие деньги. Да вы что? На самом деле он, конечно же, не дешевый, но, несмотря на все эти возмущения, я точно знаю, достоверно знаю, что как только вот в тот же самый день, как он появился в продаже, фреймрок практически вынесли со склада. То есть, нож буквально там, я не знаю, первую партию раскупили в считанные часы именно. Здесь у нас версия Титан плюс темный клинок 6 миллиметров в обухе. Но, опять же, мы считаем 6 миллиметров здесь, а в общем и целом умеют итальянцы в красоту. По-другому и не скажешь. Мне даже толком не показать его вам. Действительно, очень красивый. Я бы сказал, даже совершенно прекрасный нож. Вот такие вот новинки. И, опять же, без лишнего хвостовства я могу сказать, что это далеко не все. То есть, те, кто сейчас хочет выдохнуть и сказать, ну, наконец-то, все приехало, давай уже начинай делать вот эти вот многочисленные обзоры, миллионные тесты и прочее, прочее. Я спешу вас, ребята, немножко разочаровать, потому что еще крутые ножи в пути едут. Ну, как вы видите, я по мере возможности, блин, я не подрезать бы себе пальцы сейчас во время этой болтовни. Я по мере возможности стараюсь все-таки уже делать обзоры. Сейчас немножко разберусь со своими делами личными. Пойдут уличные тесты. В общем, ну, согласитесь, он просто потрясающий. Сейчас я его уберу. Вот, чтобы не мешало. Клинтэссенция пердипердоза ножевого. Тактическое сумасшествие. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Увидимся. И до новых встреч. Правильно. Сами знаете, чем продолжить. Канал Архадыр. Все самое интересное впереди. Продолжение следует.